добрый день граждане республики астан меня звать белял сергей в этой части видео покажу какие нужно справки подтверждающий ваш доход для расчета солидарной пенсии нужно готовить смотрите предыдущем видео я выбрал доходы с августа 2000 года по июль 2003 года давайте посмотрим что за организации платили эти пенсионные члены если мы посмотрим вот например сентябрь это значит за август 2000 года видите отправить шнос шнос вот его бин дальше смотрим с наш нож 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 шашинке дни овтор сентябрь то же самое а потом смотрите шноса потом хорикен и бин другой совсем это значит что мне нужно две справки это совсем разные организации и значит нужны две справки как мы определяем по названию организации самое главное по бину если разные бины значит разные организация а раз вы хотите за этот период взять это эти обороты вот как я здесь показал у меня видите первая работа вторая работа со шноса из хоррикейна значит я должен брать справки 2 со шноса из хоррикейна в моем файле есть закладка как я составляется справки берется конкретно здесь вот смотрите шнос это с август 2000 года и она идет только по декабрь 2001 года поэтому берется справка с августа 2000 года по декабрь 2001 года белял сергей сеткозьевич приказ номер 265 это у нас если вы помните в трудовой книжке когда я показывал справку трудовую книжку и считал солидарный стаж там были эти записи вот книжка видите шинкет нефтерки синтез принять на работу приказ 262 к а 28 июля девяносто восьмого года давайте посмотрим что я пишу справки приказ пятьсот шестьдесят два к 28 июля девяносто восьмого года табельный номер это уже в организации вам скажут и ннн пишите свой мест нахождение организации петро казахстан уэл продакс обратите внимание у меня здесь шинкет нефтью синтез а организацию дает не петро казахстан уэл продакс да и стоит совсем другой бин видите 0501 а здесь у меня стоит 58 62 то есть какая-то неразумерих на самом деле так как организации постоянно меняет свой статус реорганизуются меняют участников из того переходит в акционе общество неважно что происходит нужно к справке еще брать подтверждение изменений давайте посмотрим как это выглядит необходимо при организации заказать и заказать такие справки вот петро казахстан ойл продакс справка об изменении наименования предприятия на основании приказа министерства переказа промышленности так далее восемьдесят пятом году был основан завод дальше он стал шинкет нефтьюрки синтез потом он стал хорикейного продакс потом он стал хорикейного продакс петро казахстан теперь петро казахстан ойл продакс видите то есть эта справка нужна это первое и потом есть еще такая справка о том что как я работал в организации какие должности у меня были да вот принять на работу специалиста внутреннего контроля аудита ведущий специалист внутренний аудит начальника внутреннего аудита и расторгнута трудовой договор потому что перешел другой организации вот такие архивные справки нужно подтвердят потому что справку вас одна а вот отчисление от другой организации чтоб это не была проблема для вас необходимо предоставлять такие архивные справки и вот сама справка от этой организации обратите внимание значит у нас справка исходящий номер где внесена фамилии моей даты организация все отчисления и доходы и подписи предприятия но так как здесь петро казахстан а перечислял шнос чтобы связать петро казахстан новую организацию со 100 организаций которые платить нужно вот эти архивные справки которые показал и это с каждой организации есть этих связывающих документов не будут то эта справка может быть не принято государственной корпорации для начисления вам солидарной пенсии справка это фомер номер два если вы закажете консультацию и мы вам пришлем файл вот в нашем файле есть уже справки как они выглядят мы вам поможем его заполнить где в том числе нужно заполнять еще дата перечисления номер платежного поручения за такой период обратите внимание вот есть дата поступления справки о пенсионных отчислений дата поступления дата отправки дата номер документа дата документа и бывает такое что они не всегда совпадают такое бывает редко но тем не менее это бывает например смотрите вот платежное поручение номер 35 дата отправки 6 декабря а платежное поручение 5 декабря так вот справку нужно будет заполнять вот здесь вот прям форме написано дата перечисления обязательных пенсионных взносов видите номер платежного поручения за какой период дата перечисления не дата платежного поручения потому что когда платежное поручение организация дает в банк она исполняется в чтении 10 дней и вот чтобы бухгалтерия правильно вам заполнила такую справку нужно не ее архивные данные а именно справка о пенсионных отчислениях если этой справки вы не предоставите именно вот такой справки да то что выдается в цонах или вы через ритуал на правительство без этой справки бухгалтерия заполнить корректно не сможет поэтому обязательно нужно сверяться с этой справка а у меня все давайте жить богатым